Здравствуйте. Никит, вас тоже, естественно, с победой. Сегодня очень интересно, потому что ваше звено опять получилось так, что забили переломный гол, Артем Воронеж забил. Почему именно в вашей звено все время находится сила, чтобы занимать шаги тогда, когда надо? Ну, в первую очередь, наверное, потому что мы понимаем друг друга с этим человеком. И, честно скажу, я бы хотел с ним играть в клубе, если была бы такая возможность. У вас сейчас болельщики «Динамо» и «Спартака», я думаю, не поймут. Все поймут! Все поймут! Все время говорили, что сборная вот этой лиги, WCL, она пропагандирует жесткий хоккей, и все специалисты отмечали перед игрой, что канадцы будут, играя по схеме, убивать все, что движется. Вы себе на себя почувствовали, что они как-то жестче играют, чем комплексы? Ну да, на себя почувствовал. Там было пару моментов, когда меня неприятно засадили. Ну ничего, это хоккей. Мы бьем, а не нас бьет. Это нормально все. Вы вообще почувствовали, что сегодня сборная России играла как команда лучше играли, чем канадцы? Да, сегодня была настоящая сборная России. То, что мы отыгрывались при больших расстояниях голов и просто показали, что мы настоящая команда. А это с чем было связано? Потому что вы уже пятый матч вместе, вот такую вторую неделю вместе живете и играете? Или с тем, что просто эта сборная дух какая-то не такая, как у вас сегодня? С тем, что просто мы хотим играть и хотим выигрывать. И это пока лишь всего лишь суперсерия, а перед чемпионат мира. А вообще сборная ДАБУ, она была как-то в фильме, сборная ОХЛ или нет? Нет, я бы не сказал. ОХЛ мне побольше понравилась. Второй раз играли, убили серию Буллитов. Второй матч подряд. Вообще мысли не посещали, что в прошлую серию проиграли. Вот сейчас и эту проиграем. Да нет, ну что, ребята выходят. Кому доверяют, надо просто выходить и испытывать доверие. Собивай, что еще делай. Если возвращаться снова к силовому хоккейу. Сегодня как-то в сборной ДАБУ и Ча у них были проблемы с тем, чтобы вылезли у нас на пятак. Вот они вроде как жестче играют, а вроде как на пятак сборная ОХЛ чаще у нас вылезала. Ну значит, защитники сделали выводы и тренера им подсказали, что нужно... Пятак это для защитников свой дом и никого пускать нельзя. Там эпизод был, когда драка возникла в втором периоде. Что там вообще произошло? Потому что метод из пресс-лоза показал, что даже никого-то из наших наступили коньком. Такое было? Ну может быть было, я просто скамейки был, тоже не видел многого. А вообще вот после этой драки, как-то сборная еще больше делалась? Это такие драки, я не знаю, они... Конечно, мы играем друг за друга. Если одного будут толкать, то мы всегда пойдем друг за дружку. Тем более, если на пятаке, там наш ротарь, а братаря нужно охранять. Ну и последний, наверное, вопрос. Завтра шестой матч, ночь спите здесь, потом утром выезжаете и сразу надо бежать туда, как-то играть с новым соперником. Потому что сборная у них изменится, новый каток, новое и все, конец серии, вы уже установили рекорд. Как будете играть в серии? Ну, понятно, что на рекорде мы не собираемся останавливаться. Нужно зачастую выигрывать серию. А мы не собираемся отдавать ничью и последнюю игру. Ну, в принципе, серию-то вы уже выиграли. Если вы брак по олимпийской системе, в Канаде не наберется побед в Чисково. Я говорю то, что мы будем биться до конца. Ну хорошо, все, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.